Школа здоровья – так называются лекции врачей-специалистов Щелковской больницы, которые уже третий год проводятся для всех желающих. В основном занятия проходят на тему профилактики заболеваний, наиболее часто встречающихся у людей пенсионного возраста. В этом году выездных школ здоровья прошло 28, география их расширилась. Если раньше занятия проводились каждый третий четверг месяцев в помещении библиотеки семейного чтения, то теперь пенсионеры микрорайона Чкаловский могут прийти на полезные встречи прямо рядом с местом проживания – помещение местного совета ветеранов. Всего за год на занятиях школы здоровья побывали более 750 слушателей. Говорили и о правильном питании, и о правильной физической нагрузке, потому что в возрасте старше 70-65 нужно уже обращать не только на то, сколько двигаться надо, как двигаться надо, какие давать нагрузки, через боль или не через боль. Вот это обсуждали подробно. Также на занятиях обсуждались проблемы артериальной гипертонии, болезни сердца, ослабление слуха, снижение памяти, нарушение сна. Всего за год на каждом из адресов, где проводились регулярные встречи, обсудили порядка десяти тем. Многие из них предложили сами слушатели. На итоговом в этом году занятии рассматривались вопросы, связанные с выработкой принципа разумного ограничения в питании. Перегрузка для желудка, да еще и в непривычное время ночное, да еще и мешанина громадного количества продуктов, конечно, пользы организму не приносят. Обсуждалось, что несмотря на разнообразие на праздничном новогоднем столе, пожилым лучше ограничить употребление копченой пищи и консервов, жирных колбас и мясных нарезок. А начинать трапезу нужно со свежих овощей и фруктов с растительным маслом. В целом же на школах здоровья обсуждаются ключевые принципы здорового образа жизни. Ну, я часто завершаю свои встречи с нашими слушателями как бы двумя фразами. Первое – это то, что здоровье мы получаем в подарок один раз в жизни, потом тратим его всю жизнь, и чем длиннее жизнь, тем бережнее надо относиться к здоровью, нужно его беречь. Лекции из школы здоровья продолжатся в следующем году, и значит, 2024 год обязательно принесет нам самого главного – здоровья. Андрей Цихадович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.